привет друзья но просто удивительно ну во первых сначала скажу что завтра или послезавтра мы проведем бесплатный ликбез а после него там через недельку вебинар сразу объясню почему мы так проводим и бесплатный ликбез я придумал проводить и вебинары придумал проводить ну потому что людей много они разные у каждого есть свое мнение и поэтому кто-то мне писал там бесплатный ликбез кому он нужен бесплатный сыр только в мышеловке наверное это для рекламы для завлечения ну поэтому я провожу и вебинары потом да да чтобы кто хочет так кто хочет так вебинары делаю дешевые ну посмотрите в интернете у меня всего одна тысяча только стоит почему почему я такой уникальный контент отдаю и на бесплатном ликбез и на вебинаре от бесплатный контент но потому что я хочу чтобы этим контентом этими принципами новыми научными критериями подбора индивидуальных приемов и упражнений воспользовался каждый и школьник и студенты штангисты шахматист как я говорю и таксисты министр и просто любой человек и поэт и художника кто угодно это лучше бы жил лучше для того чтобы в наших условиях такой тяжести неопределенности когда нами могут манипулировать все кому это не нужно делать мы должны быть живыми устойчивыми здоровыми счастливыми бодрыми свободными но чтобы мы могли жить лучше вот для чего и бесплатный ликбез провожу и вебинары провожу ну кому как нравится во первых я хочу сказать что мы объявим когда будет бесплатный любез мы объявляем же как и фейсбуке объявляю в контакте я объявляю и мне помогают наши участники школы человек будущего и влад орлов и наташа кузьмина и в украине там нам катерина головина помогает и она тексты мои озвучивает и потом просылает и там не озвучивает а распечатывает называется транскрибирует ну помогает и присылает и потом и некоторые приемы которые наши участники сами совершенствуют создают изобретают моих новые книги вставляем но у нас такая школа человек больше хома футурус вообще-то удивительная школа но я вам хочу сказать в прошлом ролике я говорил о том что я извиняюсь потому что обещал принять гости они приняло и мне дам одна написала очень правильно она в коменте написала обещай надо выполнить или не обещай так дело-то в том что я просто упустил одну фразу сказать я просто не не додумался сказать что я-то хотел принять гости но не не знал что в какой день и поэтому сказал ну как будет возможность потому что я на самом деле хотел вот я себя не хотел и пообещал вот это была бы манипуляция потому что мне кажется одним из грехов является знаете что возбуждать надежды и пользоваться этим я вовсе не собирался это просто произошла вот такая путаница потому что я когда делал ролик и говорил что я пообещала потом не смог то вот лучше бы не обещать обратите внимание сейчас морали говорю а это очень интересно может кому-то понадобится но у меня был момент когда я хотел ну не знал когда но вот же вот чем дело и просто вот надо было сказать не знаю когда но до чего же важно человеку сохранять ясность ума во время общения чтобы помнить как сказать чтобы ненароком не обидеть не задеть понимать его и сколько надо для того чтобы быть вежливым культурным надо иметь силы силы надо иметь здоровье поэтому я хочу сказать выходите на наш бесплатный ликбез объявление будет зум и готовьте зум и готовьте потому что когда вы пользуетесь приемами ключа подбираете себе то что вам подходит и принципы там используйте о которых я буду говорить еще вы выходите на состоять дотроннего равновесия да вот смотрите я вот сейчас сижу вот такой грошный а теперь смотрите улыбаюсь на и вы будете улыбаться потому что меня вот продул ветер я все время открываю окно чтобы воздух был чистый чтобы дышать и там открываю здесь открываю и мне продуло и так схватила я сейчас перехожу к другой теме вы сейчас увидите как я это сделаю и вам понравится я ходил туда-сюда и вы меня продуло и короче говоря меня схватил радикулит дай богу но на самом деле я сейчас не притворяюсь схватил радикулит такое что ну три ночи я когда встаю вот сажусь сейчас в интернету вот сейчас запись сделаю схватила да я что ну я во первых полежал на коврике у меня есть такой коврик с иголочками так и больно было больно было и встал и ходил с такими болями а потом вдруг вспомнил слушайте у меня же такое было много-много лет назад это очень важно то что я сейчас говорю много-много лет назад было такое что схватила и я думал все хана я четыре месяца так пролежал и потом я там ну шейла дочка моя возила в госпиталь и там мне там делали дренаж лимфодренаж иголки ставили ну после первой же процедуры почувствовал лучше и пошел а потом еще четыре и я потом стал ходить а потом я продумал синхрогимнастику и делал эти упражнения и всем паска показывал как можно выходить из этого так слушайте я вспомнил что у меня тоже такое же было состояние страха страха что вот теперь опять схватит опять будет опять так и не смогу опять буду лежать и я вдруг вспомнил оказывается тогда я не верил в то что я встану понимаете я все время вот прижал в этом больном состоянии о чем я тогда думал я думал там наверно косточка какая-то сломилась у меня была картинка то не верю в то что я встану и пойду а я накручивал себе эту психосоматику и соответственно грыжу диска там соответственно таким образом как говорится образ картинка и рефлекс напряжения я себе как конечно пролонгировал я накручивал накручивала четыре месяца я как раз ходил вставал там потом перекрашивался и прочее десятое я просто о чем хочу сказать вот это веры у меня не было в то что я встану я думал что у меня тотально что-то нарушена ну потому что несколько дней прошло и все равно болит и опять прошло и опять болит и началось у меня накручивание накручивание вот смотрите я в одном из роликов говорил что изобретатель изобретатель человек который в момент еще не решал задачу но абсолютно уверен что он ее решит он еще не знает как решить но у него вера обратили внимание да у у изобретателя вера что он ищет задачу и она решается то есть подсознание открывается к решению из базы данных многих многих миллиардов клеток мозга их соединений и так далее в головном мозге в нейросетях открывается та информация но где-то слышал где-то видел во сне где-то читал где-то все приходит свободный поток ассоциации создаешь изобретение так то же самое и выздоровление если вы верите бессознательно верить что вы встанете вы себе помогаете а если вы все время крутите крутите что вы не встанете вы не встанете то же самое не только по радикулит и то же самое по разным проблемам вы накручиваете психосоматику изобретательство вера в образ будущего абсолютное что все будет хорошо это помогает поэтому поэтому друзья самый важный момент самый важный момент когда вы вот так вознамерились поверили 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 а утром встали и опять и тут облом а еще хуже как говорят я же шутник я могу такие слова мять вот так вот как пластилин да вы знаете ну да но на следующий день тоже но никогда не ждите что сразу у вас все получится но фон должен быть такой чтобы вы не накручивались не накручивались потому что вы блокируете изобретательство своего мозга блокируете а вам надо открыть вы же творец по природе вы творец по природе вот сейчас очень сложные моменты такие вот когда интернет открыл нам возможность знать как говорится все что мы хотим и в то же самое время я убеждаюсь как многого мы не знаем я абсолютно был уверен что я знаю про бловацкого и елену я был уверен что я знаю что она свое время там теософию создала там общество международное я знаю что она там ну по некоторым письмам книгам и так далее знал что она там иногда допускает там подкидывает там какие-то записки типа нас с этими духами разговаривать потом посмотрел поглубже и удивился до чего она великая женщина оказывается вот про эти записки и про эти спиритические сеансы и так далее это вот эти вот ну конкурирующие силы какие-то кто-то недалекий кто-то там написал книгу другой прочитал все ополчились против нее ну даже много лет прошло да и вот те которые читали а я критик я все вот эти фокусы медиумальные разговоры с духами я могу вас научить пожалуйста я знаю как это делается как тарелочка подкручивается непроизвольно идеомоторными движениями пальчиками Менделеев даже был на одном из таких сеансов вообще в то время я определил что это пальчиками подкручивают непроизвольно бессознательно да ну сейчас мы не будем об этом говорить а потом расскажу я просто об лавацкой хочу сказать оказывается да оказывается были всякие там истории с ней связано оказывается было ополчение против нее большое в том числе там и Бердяев потому что Бердяев говорил там о русском там мире там еще кто-то еще кто-то ну вот понимаете она говорила обо всех она говорила не только о христианстве она говорила о буддизме она говорила обо всех религиях и она создавала братство всех людей независимо от национальности географии религии она говорила об общем общем там которое лежит вот в этом была ее выдающность почему ее религи уважали и так далее в этом было вот именно в этом соединении что независимо что и в христианстве и в иудаизме и в буддизме и везде везде лежат одни и те же вот эти духовные истины она смотрела на мир в целостности на вселенную человека в целостности вот это духовно-физическая целостность вот в этом было достоинство блавацкое потому что мы же обычно или о теле говорим или о психике говорим вот она так целостно и при этом она во всех этих религиях видела вот эту основу вот эту основу а мы чем занимаемся тоже создаем науку человечности когда независимо от религии независимо от географии национальности вкусов возраста профессии независимо от того какие у вас интересы мы создаем науку человечности определяем понятие любовь сопереживания чувство бесценности живого счастье что счастье это быть собой да высшее счастье это когда мы все вместе и в то же время каждый из нас остается самим собой ну то же самое как муж жена вот они вот если вместе но при этом каждый из них ну как говорится не разрушается не является в полном подчинении владения другого человека будь то муж или жена а когда они вместе в синергетическом таком в такой паре в синергетическом союзе когда они вместе что-то создают то ли жизнь улучшают там то ли изобретают неважно что но когда они вместе но при этом один другого не разрушает вот это главное высшее счастье когда мы вместе но в то же время когда мы друг друга не разрушаем вот это вот это важно и вот это важно давайте мы так сделаем я знаю что я сам критикую часто эзотериков ну почему я критикую не потому что они не ищут истины нет просто некоторые вещи они пишут ну которые я уже давно изучил понял ну например что можно телепатировать оказывается телепатировать невозможно если бы люди могли телепатировать язык бы человека не создался ну кто-то верит что он может телепатировать ради бога верьте но это может быть вам помогает кто-то верит в бога именно как личность верьте ради бога может вам помогает вот он может быть у вас давление подскочит или там страх какой-то или радикулит так вы веря в то что у вас будет лучше может быть вы общаетесь с богом ну пожалуйста ради бога но кто же против просто я ученый и поэтому я стараюсь и в эзотерике и в блаватской и в религиях находить ту основу которая может быть доказательно научным определением ну да но есть вещи которые наука доказать сегодня не может и вообще это не ее так сказать сторона жизни наука она определяет свойства закономерности причинно-следственные связи она определяет короче говоря на ковре самолете мы не летаем как бы мы в сказке не верили чтобы летать на самом деле нужен самолет чтобы создать самолет веры недостаточно ну вера нужна что ты создашь самолет вот в это нужна вера и когда ты веришь что ты создашь самолет ты можешь создать самолет ну короче говоря это разные объекты короче говоря я заговорился но мне кажется что там есть некоторые моменты которые я сказал которые вот если вы еще раз послушайте этот ролик вы заметите кстати говоря еще раз повторюсь ликбез у нас будет завтра послезавтра но мы напишем там в фейсбуке вконтакте в сайтах своих напишем еще ролик может быть я сделаю скажу именно дату и час зумы готовьте а потом будет через неделю вебинар да друзья вы видите какой я бодрый да а встать не мог потому что вера помогает потому что я вспомнил что уже было такое когда-то когда мне было плохо я себя накручивал и долго пролежал а теперь я не накручиваю я ищу образ который поможет мне встать и вспомнил что у меня ж такое было и понял что тогда накручивал поэтому долго пролежал поэтому психосоматику себя никогда не накручиваете верьте в то что любая проблема которая у вас есть она на самом деле разрешима потому что все зависит не от самой проблемы от вашего отношения к ней а это вы можете вот сейчас на бесплатном ликбезе позадавать вопросы и выйти в состояние уверенности снять свою внутреннюю тревожность беспокойство внушаемость вот эту излишнюю сегодня такой день когда нужна точка опоры да я вам помогу давайте если сам смогу а я смогу до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи